Официально уличных театров в России не существует, однако это настоящая провокация. Иначе как же назвать то, что происходит сейчас в самом центре Петербурга? Уличные театры всегда были, есть и будут. Не подскажите, нам надо пройти на поле правого. Сейчас будет включение из Северной столицы, доброе утро. Это праздника, душа прямо поет. Они не показывают стриптиз, не ставят Станиславского и не ходят с ростовыми куклами. Они просто создают настроение. Я приехала из далекой-далекой глубинки. Я вообще из провинции приехала. Вообще у меня в роду французская кровь у меня. Во мне вот течет татарская и французская кровь. Да, ну и русская так где-то вот там немножко. Театр невербальной драмы Шкиды всего за пять минут прямо на улице разыграли настоящий новогодний спектакль. В шоу с удовольствием приняли участие не только актеры, но и обычные прохожие. Провинция, я верю, 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 я верю. Так я, в Европе, это Новый год. Ну, Новый год, это другое дело. Ну а после представления старушка Фрида превращается в Надежду Прекрасную. Вот так выглядит закулисная или домашняя жизнь Шкидов. Надежда в свободное время шьет кукол. Арчибальд и папарацци, они же Роман и Олег, вяжут шарф для нового спектакля. Ну а Татьяна и Решат, режиссер и продюсер, как всегда руководят процессом. Театр появился лет много-много назад, когда я еще была маленькая, когда включала бременские музыканты и за все, и за всех работала. Зрители у меня были благодарны. Это была творческая элита Ташкента, это была моя мама со своими друзьями. И вот тогда у меня уже зародилась идея создать все-таки театр, чтобы не работать за осла, за козла, за лошадь, кто там у нас еще в бременских музыкантах был. С тех пор дом Татьяны – это и гримерка, и костюмерная, и реквизиторский цех. Три в одном. Самые ценные предметы здесь – зеркала. Два на втором этаже и одно на первом. Кстати, вот за это место готовы буквально передраться все артисты. И не важно, что трильяж стоит у входной двери, зато в гардеробной. Сценические костюмы служат еще и домашним интерьером. В армии бывает тревога, взяли-взяли-взяли-взяли эти ружбайки свои и побежали. Вот у нас все это висит, готово, и в любой момент все это перед глазами. Взяли-взяли-взяли, сложились и поехали. И где-то мы устраиваем людям праздник. Правда, прежде чем отправиться на праздник, нужно еще дрова наколоть. Дом у шкидов старой финской постройки, отопление печное, поэтому без топора не будет и тепла. Пока Олег разминается физически, Роман наслаждается эстетически, выгуливает собак. Вот этих двух дворянинов артисты подобрали еще щенками. Теперь воспитывают и приучают к высокому искусству. Все уличные спектакли сначала показывают своим питомцам. И только потом с представлениями идут в массы. Мы начинали как раз, вот просто вышли на улицу, какой-то внутренний кураж, какое-то внутреннее настроение, чудачество, которое вдруг в какой-то момент мы почувствовали, что не надо его хранить внутри, а оказывается оно нужно людям. Люди вокруг собираются, люди смеются, люди получают удовольствие, люди не могут оторваться. У нас было огромное количество ситуаций, когда мы убегали от зрителя, а зритель бежал за нами. За шкидами уже бегают зрители не только всей Европы, но и Америки, и даже стран Ближнего Востока. Уличные спектакли этого театра имеют невероятный успех во всем мире, хотя некоторые артисты не знают ни одного иностранного слова. Но это не мешает, они общаются на языке сердца. Вот этот язык общения, он у нас, как сказать, универсальный по всему миру. Очень удобно отвести спектакль в Японию, в Арабские Эмираты, в Италию. И все понимают, язык сердца понятен всем. Взгляд, которым человек смотрит, из глаз в глаза, можно ничего не говорить, он уже все говорит. Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы. Мне иногда кажется, что я птица. Ирина Товкалева, Антон Голубев, Андрей Клемешов, Алексей Фролов. Первый канал. Санкт-Петербург. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова